Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Реута в студии Анны Егоршиной. И вот о чем пойдет речь в ближайшие минуты. Шуметь не надо. Конечно, когда ремонт беспокоит и топает, двигает, это все слышно, если большая. Реутовчане стали меньше жаловаться на шум, а Верховный суд разрешил жаловаться на соседей, пока их не накажут. Полвека на службе обществу. Я всегда работала в педиатрии, мне эта работа нравится. Нравится помогать детям, нравится помогать родителям. Врач из Реутова стала победителем областного фотоконкурса. Награды для героев спорта. От имени Министерства образования и от нашего ресурсного центра от всей души я поздравляю вас с этим праздником. Бал школьного спорта собрал в Реутове несколько сот младых спортсменов со всей области. А теперь подробнее об этих и других событиях дня. 2 миллиарда рублей планируют выделить в 2019 году на профпереориентацию пожилых людей в Подмосковье. Это на 900 миллионов больше, чем в 2018. Также 125 миллионов будет выделено на переобучение людей предпенсионного возраста. Помимо этого, в следующем году в Московской области появится новая государственная программа по строительству социальных объектов. В рамках новой программы выделяется 21 миллиард рублей на 2019 и 2021 годы. На эти деньги будет построено 8 новых поликлиник в Мытищах, Химках, Дмитровском, Ликино-Дулево и Реутове. Но в нашем городе есть пожилые люди, которые сами готовы помогать горожанам. Одна из них стала героиней нашего следующего сюжета. У него есть предыстория. Три лютовчанки недавно одержали победу в конкурсе под названием «Я востребован, как все». Творческое состязание было посвящено 25-летию Мособлдумы. Жюри оценивало фотографии, на которых запечатлены активные люди старшего поколения, отдавшие свою жизнь служению обществу. С одной из победительниц фото конкурса беседовал наш корреспондент Виктория Волкова. О конкурсе Тамара Михайловна говорить отказывается наотрез, твердит «Не моя заслуга». Скромный педиатр со стажем работы почти полвека. Из них 10 лет трудится в реабилитационном центре. Ее пациенты – дети. Детки с более тяжелыми заболеваниями, детский церебральный паралич, аутизм, перинатальные поражения центральной нервной системы. Очень много детей с патологией опорно-двигательного аппарата. Прием длится не несколько минут, как в обычных поликлиниках. Никакой спешки. Тамара Михайловна может беседовать с юными пациентами и их родителями часами. Затем вместе с другими врачами разрабатывает план реабилитации. В зависимости от диагноза выписывает направление на массаж, ЛФК, в бассейн, соляную комнату или к другим специалистам. Обязательно сама присутствует на занятиях, проверяет, насколько ребенку подходит выбранное лечение. Я контролирую, как у ребенка идет реабилитация, как ребенок переносит массаж, как он занимается на ЛФК, какая динамика у ребенка, как ребенок реагирует на все эти реабилитационные мероприятия, как он контактирует с инструктором. Несмотря на все сложности, никогда не думала о том, чтобы сменить работу, признается Тамара Михайловна. Каждый день приходит на работу с удовольствием. Ни о каком эмоциональном выгорании даже речи нет. Я всегда работала в педиатрии, мне эта работа нравится. Нравится помогать детям, нравится помогать родителям. В свои 71 Тамара Михайловна даст фору любым молодым специалистам. Секрет молодости прост – физкультура. 30 минут утром и полчаса после работы. Бывают же и заболевания какие-то, и гипертония, и позвоночник, и все, а немножко позанимаешься, сразу легче становится. На конкурс от Мособлдумы «Я востребован, как все» Тамару Михайловну выдвинуло руководство реабилитационного центра. Конкурс фотографий, но решающими в выборе победителей стали профессиональное и личное качество. В результате у Тамары Михайловны второе место в номинации «Современный образ пожилого работника». Виктория Волкова, Александр Попов, телеканал «Реутов». Жители Подмосковья жалуются на шум почти в три раза меньше, чем в прошлом году. Такие данные сообщили в пресс-службе Госадмотехнадзора Московской области. С начала года с жалобами на нарушение тишины ведомства обратилось почти три тысячи человек. В прошлом году количество обращений превысило восемь тысяч. Начальник Госадмотехнадзора Московской области Татьяна Витушева отметила, что улучшение показателей – это результат профилактической работы инспекторов и активистов. Реутовчане отмечают, что все-таки их тишину и покой периодически нарушают. Когда ремонт делают, когда сверли, особенно когда в час, когда детей спать укладывают. Больше всего раздражает шум, идущий с улицы. Конечно, когда ремонт беспокоит и топают, двигают, это все слышимость большая. Мат с улицы. Я живу на втором этаже. Лай собак. И громкая музыка после 11 часов. Стройка рядом. Это раздражается. В пресс-службе Госадмотехнадзора напомнили, что с января этого года полномочия по работе с физическими лицами, которые нарушают требования тишины, передали административным комиссиям в муниципалитетах. И сегодня Верховный суд России вынес решение, что если человека не устраивает решение административной комиссии и виновник шума не наказан, то можно подать и повторное заявление. Верховный суд Российской Федерации считает, что если в рассмотрении дела однажды было отказано, то можно еще раз подать жалобу на слишком мягкое наказание для шумного соседа в районный суд города. Конференция на тему «Молодежь, свободы и ответственность» прошла сегодня в Мособлдуме. Мероприятие состоялось в рамках 16-х рождественских образовательных чтений. В ходе беседы обсудили вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи, современного образования и ряд других тем. Среди участников были представители Министерства образования области, Русской православной церкви, правительства области и общественники. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что по итогам конференции один из ключевых пунктов резолюции стал пункт о необходимости создания Координационного совета студентов Московской области при губернаторе. По мнению спикера Мособлдумы, этот орган должен стать инструментом консолидации студенческой среды и хорошей экспертной площадкой для обсуждения вопросов развития студенчества. Пассажирам подмосковных электричек предлагают принять участие в обновлении аудиоинформации. В начале следующего года система аудиоинформирования в общественном транспорте будет несколько изменена. Пассажиры смогут предлагать обновление информации в электричках. Чтобы аудиосообщение зачитал диктор, нужно написать его в виде текста и отправить личным сообщением на одну из официальных страниц Московской Тверской пригородной пассажирской компании в социальных сетях. Именно на этом направлении будет проходить эксперимент по обновлению системы аудиосообщений в электричках на основании просьб пассажиров. Система будет обновлена в начале 2019 года. Весь декабрь компания будет принимать предложения и пожелания пассажиров. Разделительные линии встречных полос на дорогах Подмосковья станут желтыми, а не белыми, как сейчас. Предложение губернатора направило Министерство транспорта России. Разработали рекомендации в Главном управлении по обеспечению безопасности движения МВД России. По мнению дорожных полицейских, желтый цвет яркий и дает эффект в обеспечении безопасности на дорогах. Например, после того, как в России стали делать пешеходные переходы желтые с белым, стало виднее водителям. Выезд на встречную полосу дает самый высокий процент аварий с летальным исходом. Изменение цвета разметки поможет существенно снизить это количество, считают в Минтрансе. Камер на дорогах Подмосковья станет в три раза больше. Сейчас в Московской области нарушители ловят 1200 камер. Большинство из них стационарные. За 2018 год их число увеличилось почти в шесть раз. В ближайшее время число может еще и утроиться. В регионе работают камеры четырех видов. Их устанавливают как на столбах, так и на спецавтомобилях. Они фиксируют движения по выделенке и обочине, а также превышение скорости. Это самое популярное нарушение. Оно фиксируется в 97% случаев нарушений. В прошлом году, по данным камер, было выписано штрафов более чем на 1 миллиард рублей. Там, где висят камеры, аварийность снизилась на 15,5%, а число погибших и пострадавших ДТП примерно на четверть. Еще одно сообщение от правоохранительных органов. Накануне полицейские задержали в Реутове вора. В дежурную часть отдела полиции Реутова обратилась местная жительница. Она сообщила, что неизвестный мужчина на улице Ленина похитил из ее сумки 57 тысяч рублей. Вора взяли по горячим следам. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель. Теперь ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Пока подозреваемому избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде. Более 450 детей и педагогов из 50 городов Московской области приняли участие в фестивале «Бал школьного спорта». Прошел он сегодня в Реутове в ДК «Мир». Сотни победителей и призеров спортивных соревнований и конкурсов из разных школ Панмосковья наградили медалями, дипломами и кубками. Среди них есть и наши земляки. И обо всем подробнее расскажет наш корреспондент Дарья Галакова. От имени Министерства образования и от нашего ресурсного центра от всей души я поздравляю вас с этим праздником. Сегодня в Реутов приехали те, кто не боится бегать километры, преодолевать препятствия и нацелены на результат. Бал школьного спорта – это подарок для сотен школ, детей и педагогов из разных городов Подмосковья. Сегодня в Реутове мы проводим традиционный бал школьного спорта. На балу мы награждаем всех призеров и победителей всех школьных соревнований. На протяжении всего прошлого учебного года школьники Московской области участвовали в разных соревнованиях. Это президентские состязания, президентские спортивные игры, комплексная спартакиада по 12 видам спорта, ГТО, командный зачет. Лучшие получают заслуженные медали и кубки. Есть у нас команды, которые представляли область на России. В президентских состязаниях это представлял Раменский муниципальный район, команда Новохаритоновской и Удельнинской школы. На Всероссийской спортивных играх президентские спортивные игры представлял городской область, а это школа «Перспектива». Награждают и учителей, которые стали победителями и призерами конкурса «Учитель здоровья России», а также лучшие городские школьные спортивные клубы. Среди победителей – Реутовская школа номер 5. Мы стали лучшим спортивным школьным клубом, потому что мы команда. У нас очень большой спортивный клуб, где различные всевозможные секции, кружки, внеурочная деятельность. И, конечно, капитан нашего корабля Ирина Константиновна Евдокимова, директор нашей школы, нам во всем помогает. Реутовская школа номер 10 стала лауреатом конкурса среди школьных спортивных клубов, развивающий вид спорта футбол. В течение четырех лет мы развивали это направление в школе. И на данный момент у нас уже семь футбольных групп полноценных, начиная от первого класса и до старшей школы. Украшением бала школьного спорта стали выступления творческих коллективов города. Дарья Галакова, Алексей Золотарев, телеканал «Реутов». И в конце выпуска о погоде. По данным Гесметио, завтра в «Реутове» будет переменная облачность с прояснениями. Утром возможен небольшой снег, температура воздуха минус 6, днем и вечером минус 5, а ночью похолодает до минус 9 градусов. Ну что ж, таким был сегодняшний день. Если у вас есть новости, расскажите нам о них по телефону редакции. Он указан на вашем экране. Также сообщения можно прислать на наш электронный адрес tvreutovsobaka.gmail.com. Завтра свежий выпуск новостей смотрите, как обычно, в 19.30. До новых встреч в эфире.